10 мерок система помогающая сшить одежду любой сложности идеально садящуюся на любой тип фигуры приобретайте наш курс 10 мерок для девочек от 8 лет и старше и шейте вместе с нами добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео уходит каждый день сегодня мы с вами рассмотрим то есть сделаем обзор французского журнала который второй я привезла он более посвящен верхней одежде тот первый журнал мы с вами рассмотрели сделали обзор в бок французский он такой много нам дал интересных идей но я почему показываю все эти журналы я могла эти журналы привести там забросить у меня их там огромнейшее количество этих журналов целые полки там я уже даже не знаю сколько их там и дело в том что я почему показываю я хочу чтобы мы стали более современными чтобы от нас исходил такой дух современности и чтобы по нам было видно что мы живем в двадцать первом веке они где-то там потерялись двадцатом веке то что мы делаем для себя чтобы соответствовало тому времени в котором мы живем но я еще раз напоминаю что ничего нового в моде не появляется все то же самое но появляются новые цветосочетания появляется одежда более смелая появляются более смелые решения допустим но какие-то комплекты более смелыми то что раньше считалось вообще абсолютно не сочетаем теперь абсолютно прекрасно сочетается и кстати очень хорошо смотрится я еще раз хочу коротко сказать что я отдыхала в каннах видела очень много ярко ярко от и нарядно одетых людей как бы это конечно меня очень вдохновило подвигнула на то чтобы как-то мы здесь тоже стали интереснее и интереснее и я хочу чтобы лет под тогда когда я вам показываете журналы делаю вот эти обзоры чтобы вывод не просто так посмотрели агериня михайловна что-то там рассказала а чтоб из того что вы увидите но что-то вот хоть одно чтобы засела у вас голове и вывод вынашивали эту идею может быть что-то добавили свое или что-то изменили но что-то могли взять для своего будущего гардероба но например на ближайшую осень или на ближайшую зиму давайте открываем журнал у меня вот такой журнал он как сказать юбилейный это не рядовой журнал мари клэр он посвящен более такой как более посвящен новым коллекциям давайте сейчас посмотрим открываю я заложила закладочки на тех страничках которые хочу вам показать что хочу показать вам вот этой страницей объемные просторные брючные костюмы абсолютно великолепных цветов красно терракотовые изумрудно-зеленый очень красиво такой какой-то вот оливковый поскромней костюмчик как бы костюмы брючные сейчас могут быть абсолютно любых цветов мы привыкли за все времена что брючный костюм должен быть там серым черным синим в клеточку в полосочку ли что что такое вот сейчас наступило время девочки позволяем себе просто все мы долго доживали до этого времени вот мы наконец дожили почему бы себе не позволить тем более я уже говорила в лекции как готовится к осень не надо думать что там у меня мало денег я себе ничего не могу позволить но вы же идете все равно же что-то тратите себе когда приобретаете себе очередные черные брючки шьете сшить и какого-то другого цвета сшить и какого-то другого цвета жакетик если не готовы пока еще брюки вы не понимаете как впишутся ваш гардероб ну смотрите а еще лучше это может быть юбочный костюм который одевается с сапогами и под пальто и тогда вы не зависите какой цвет там у вас выходит из-под пальто потому что брюки то они вот в комплекте на виду смотрите какие прекрасные цвета ну и конечно серый от совсем светло-жемчужного вот такого серого и как бы очень формы очень разнообразные но я хотела обратить ваше внимание конкретно вот на эти вот костюмы абсолютно очень кажется что скромное пальто вот здесь вот я показываю но смотрите слегка 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 увеличены плечи то что я уже вам говорила в лекции слегка 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 такой свободного ты рукавчик и тут есть еще поясок так что вот такое вот абсолютно пальто она даже не двубортная а просто чуть-чуть смещена застежка в лево а у меня такое платье есть точно такой расцветки вы все его знаете давайте смотреть дальше желтые перчатки сумка такая бледно-голубая с каким-то красноватым я хочу чтобы вы очень 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 застрили внимание вот на этом цвете допустим мы не готовы по нашим русским дорогам ходить зимой вот и голубых штанах конечно не готовы это точно абсолютно но мы можем позволить себе к ярко-синему пальто такой голубой с бирюзой шикарный какой-то шарф пожалуйста это мы можем себе позволить и когда мы это все снимем там у нас внизу может быть такая изумрудная какая-то кофточка такая или какая-то такая бирюза или еще что-то такое пожалуйста давайте себе но как бы обращать внимание найти новое светосочетание и что-то уметь взять для себя ну конечно очень в моде зебра леопард и все такое если еще несколько лет назад зебра леопард комбинировалась черным с белым или серым то теперь это комбинируется зебра леопард с ярко синим зеленым и вообще со всевозможными цветами вот такое вот абсолютно скромное пальто абсолютно скромное обратите внимание особенно это пальто хочу о нем поговорить оно такое не бочонок но вот такой прямовато и нет вот этих талиевых вытачек и такое очень в меру такое расширенное плечо вот чуть-чуть чуть-чуть и посмотрите какой уже современный вид самое обычное пальто не выглядит старомодным за счет того вот этих вот моментиков которые вот даже вроде как и много не значит поэтому я постоянно сейчас вам об этом буду говорить об этих нюансах об этих деталях потому что чушь вам показывать как пальто вы все знаете посмотрите к серой клетки вот такой вот розово-сиреневая водолазка или шарфик что там тоже очень красиво зачем открыла эту страничку первое показать как красиво классическая клетка красная может быть это пальто вот в такую клетку легкая или такое легкое пальто который будет заменять плащ с патами карманами большим воротником и еще чем-то ну не надо вот эти все моменты которые здесь показаны ну просто вот смотрите если сделать более-менее приближенная классики смотрите как красиво из под него могут быть клетчатые брюки или слегка удлиненная юбка вот это очень хорошо вот этот крой мы с вами проходили куртка в стиле шанель вот такой спущенное плечо и вот в этой курточке стеганой на синтепоне крой точно такой же вы можете сделать немножечко до бедер вот такую курточку или кто-то сделать вот такую короткую и к нему вот такой стеганый из синтепона шарф из этой же ткани пожалуйста видите как красиво вы делаете вот такой шарф какой вам нравится кусок себе приложите пристегните к синтепону в клетку с двух сторон и окантуйте по кругу и вот вам вот такая будет теплая вещь которую вы будете накидывать пожалуйста как идея тоже смотрите бежевый цвет терракотовый белый черный песочный ну как вы видите что вот те же самые цвета но они даны уже в каких-то новых таких вариантах я даже видите тут подчеркнула вот чтобы об этом вам рассказать здесь опять я страничку оставила для того чтобы поговорить о цвете безумная береза джинс вот такой вот видите он такой более синий чем обычный джинс на улице вот такое пальто каждый из вас может шить по выкройке зимняя куртка шанель пожалуйста сделаете его длинней немножко пошире сделаете стежку на синтепоне подкройте под бортами подкладкой и прекрасно вот такое пальто а вы себе только представьте сколько такое пальто стоит в бутиках я-то сейчас только что с европы и я видела сколько стоит там пальто самое такое недорогое пальто стоит от 680 евро тысячу евро полторы тысячи евро и кашемировое пальто стоит 3200 евро макс мария сама лично видел это своими собственными глазами поэтому и стеганные вещи тоже вот они дорогие поэтому мы можем за неделю себе сделать такой пальтишко вот такой пальтишкой пожалуйста представьте себе сколько уже денег не отдали вот так вот просто так я радуюсь себя тому что шитье кроме того что приносит нам эстетическое удовольствие еще приносит и материальную выгоду поэтому очень сильно обратите внимание вот на такое пальто широкий абсолютно широкий рукав все такое широкое из этой же ткани пояс застегивается простегнута в любом виде в каком вам хочется сами наносите все что хотите и пожалуйста вот такое пальто длинное миди прекрасное пальто что хочу показать здесь шанель ну конечно это шанель я хочу показать одна клетка с другой клеткой черная с таким вот рябеньким еще внутри розовое белое опять пирюза опять синий опять фуксия опять зимняя куртка шанель зимняя куртка шанель вот смотрите в каком виде огромный большущий воротник пояс на пряжке огромные карманы и стянутые чуть выше низа рукава пожалуйста прошлом году мы сделали одну куртку но мы делали именно из ткани стиле шанель здесь более она сделана из какой-то 1 той 1 тонной ткани но эта страничка именно шанель поэтому пожалуйста вот нам новая идея сколько можно одно и то же одно и то же одно и то же делать это уже стало невозможным эту страничку я вам открыла для того чтобы показать вам что значит клетка можно делать безумно очень большой клетки юбку какой-то там жакетик под горлышко и наверх одевать такое же точно пальто и одевать вот видите что сиреневые ботинки тут какая-то есть сиреневатая полоска и вот сиреневые ботинки и смотрите как этот образ изменили сиреневые ботинки одень сюда такой молочный ботиночек он будет ни о чем поэтому находим вот такие вот сочетания которые ну как-то сделают нас интереснее опять костюм клетка и такое же точно пальто на него одета берем во внимание все новые идеи которых я вам сейчас рассказываю фуксия с черным это было всегда сиреневая с фуксией видите да сиреневая и с фуксией ну тоже достаточно давно уже у нас это цветосочетание было но здесь она вот именно вот видите как хорошо два цвета дополнить друг друга я вам показываю цветосочетание не для того чтобы вы одели что-то мини а наверх на плечи накинули какой-то шарф нет ну чтобы вы посмотрели как два цвета соединяются включили мозг и что-то для себя может быть там такое уже придумали абсолютно посмотрите есть такой плоский такой жаккардик маленькие такие пальтишки серые костюмы серые костюмы видите что видите какой пояс завязывающий какими-то огромными обычный классический пиджак подвязывается вот какими-то юбка с каким-то там хвостом каким-то там клетчат клетчатая в клетку какое-то безумное пальто который тоже тоже можно взять огромное кота пальто с цельнокроеным рукавом расширенная со спущенными боками положить на синтепон простегнуть большими полосами и пожалуйста вот у нас вот так вот пальто мы себе сами можем сделать смотрим сюда совсем недавно мы с вами проходили вот такие брючки мы с вами прошли вот такие брючки и у меня поступил вопрос а когда будем проходить что-то молодежная не знаю что такое молодежная брюки самые что есть молодежные самые что не на есть молодежная я эту идею взяла сын стайла и там они на таких молодых девушках были конечно не на таких как мы но когда я одела мне тоже это нормально не знаю что такое молодежная и что такое не молодежно одежда должна быть хорошего цвета хорошо на нас сидеть и на молодежи и на немолодежи на всех одинаковая поэтому вот такие брючки мы недавно проходили и я думала что они выглядят более как спортивными и пожалуйста вот такие брючки одеты с классическим по фигуре жакетиком и тоже очень красиво очень красиво рыжие темно-рыжие с любым голубым с любым бирюзовым вот это сочетание как бы тоже мы должны взять себе на вооружение сочетаются очень спокойные вещи вот очень спокойные с очень неспокойными видите да тут уже цвета сочетания какие-то умопомрачительные вот смотрите такое пальтишко демисезонная такой плащик да из какой-то такой темной в клетку и он очень хорошо совпадает с бирюзой видите да обычное пальто обычное пальто но они не выглядят за старомодными за счет вот тех моментов которые я вам уже десять раз перечислила двухстороннее пальто пожалуйста бежевая с оранжевым это от из одной ткани пальто это не сшитая из двух тканей вы такие всегда знаете ткани но смотрите какое широкое широкенькая просто очень прекрасное пальто очень прекрасная стойка на пуговицах пуговица вон аж на плече где огромные 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 карманы отвороты и видите что вот такая вот прекрасная вещь очень красиво черно с белым это тоже можно изготовить из ткани а можно изготовить что-то такое на синтепоне стеганая кто вот любит поэтому я сейчас вам показываю этот журнал и уже моя совесть будет чистая но очень мне понравился вот этот образ простегнутая такая курточка нужно взять курточку нашу цельнокройную выкроечку нанести вот так вот ниже плеча вот сюда вот линию нарисовать эти полоски выкроить их из другого цвета и собрать вот такую курточку стеганую смотрите а к ней если это молодая девушка старшеклассница или студентка вот такую вот стеганую юбочку ну посмотрите как красиво подобрана как красиво подобрана весь вот этот образ просто я влюбилась очень 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 мне понравился очень вот этот вот ну здесь моя вообще слабость вот этот кирпичный цвет терракутовый и всякие такие пальто очень очень мне нравится пальто с большим огромным воротником посмотрите как идут разрезы в пальто от груди идет вниз рельеф переходящий в разрез то есть разрезы прямо впереди это уже что-то вот вообще вообще новое для нас мы еще этого никто не делали видите да как сочетается ну конечно вот такой вот вариант когда туфли фуксия брюки фуксия шарф фуксия пальто серьги все фуксия ну как бы мне меньше нравится посмотрите какое очаровательное пальтишко оно именно сделано вот так вот прямовато и бочонком но редко на какие пальто сейчас надо делать талиевой вытачки пальто все-таки сейчас более вот такое вот а особенно знаете когда в приталить так приталить уже вот так приталить чтобы оно в тебя впилось это конечно сразу придает старомодность вещи просто моментально черное пальто черное пальто с огромным отложным воротником какая-то вот такая красивая клетка и такие же манжеты и смотрите как уже красиво вот очень уже красиво вот прямо очень здесь хотела показать вам вот этот костюм посмотрите как красиво такая вот красивая 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 клетка тут и розовая и серая черно-серая и разная 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 и видите как розовый отворот до розовая деталь вот тут вот маленькая-маленькая в плече розовый манжет вот посмотрите как все просто вот все как смотрится просто роскошно просто роскошно когда в клетку добавлен еще один какой-то цвет также здесь вот такой клеточка 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 и вдруг однотонный Вот такой воротник, однотонный, вот тут паточки вижу на рукавах. Посмотрите, как красиво. Бежевая, синяя, бирюзовая, желтая, камел, рыжая. Видите, какие комплекты в одном цвете. Ну, он в одном цвете, но все равно есть различия. Здесь один желтый, здесь другой желтый. Здесь один бежевый, здесь второй бежевый. Здесь один синий, здесь второй синий. Как бы видите, вот как бы эти сочетания тоже хороши. И вот такие абсолютно свободные пальто, очень украшают. Здесь тоже вещи какие-то вот из таких дутиков. На синтепоне вот такое пальто. Вы все прекрасно умеете его кроить. Вот такое вот без воротника, с каким-то там спущенным плечом, расширенным. Посмотрите, как красиво. Белый цвет, очень шикарно. Какое-то вот такое пальто-свитер. Тоже какая-то вот абсолютно новая идея для нас, очень красивая. Ой, вот такое вот рыжее, с такой спокойной бирюзой. Вот в это светосчитание я просто влюбилась. Я обязательно, обязательно что-нибудь вот такое вот себе сделаю. Потому что, ну, мне очень хочется. Что-то вот такое вот прямо вот мое, 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 мое. И мне такое охота. Решила вам вот этот комплект показать. Вот такие жакеты из чего-то цветного, из какого-то гладкого жаккарда, без выпуклого такого рисунка. Подходят абсолютно под все. И очень яркие пальто. Посмотрите, здесь по рукаву идут такие двойные ремешки. Не одна пата, как обычно у нас одна пата, а вот два ремешочка. И также красное пальто. И у него такой воротник. Ну, он не однотонный, а он какой-то рябый, на змею что-то похожее. Очень сейчас в моде вот такой воротник в жакетах. Помните воротник с 90-х годов? Вот такой просто раз. Длинненький, длинненький и вот такой скругленный. Смотрим, да? Если я начну просто весь журнал показывать, у нас видео будет минимум два часа. Два жилета одета вместе. Это я вот специально отметила, чтобы вот это вам показать. Два жилета одета вместе. Темная юбочка. Белая какая-то блузон теплый. Такой теплый достаточно теплый блузон с длинным рукавом. Светлый жилет. И на него одет такой жилет, как юбка. Посмотрите, как красиво. Но я думаю, что может быть даже нижний жакет, верхний жилет или наоборот. Там как-то любым путем мы можем соединять разные абсолютно вещи, одевать сразу на себя. Очень понравилось вот это пальто. Какое красивое пальто. Отложной воротничок. На груди спортивные карманы. Вот тут карманы очень удобные, комфортные. Цвет camel. Пояс завязывается. И к нему пришиты оранжевые рукава. Очень мне понравилось. Я вообще прямо влюбилась. Мы с вами рассмотрели журнал. Надеюсь, что многие из вас что-то из этого обзора подчеркнут для себя. Потому что это самое интересное. Не каждый может видеть такие журналы. Не все бывали за границей. Я сама раньше там не бывала. Поэтому я за всеми гонялась. Везде искала. Как только приезжали продавцы ткани, я сразу к ним. Девочки, журнальчик, журнальчик. Они что-то всегда привозили. Что-то мне всегда там выделяли. Поэтому сейчас есть такая возможность, что я могу мало того, что приобрести, еще и всем вам показать. Поэтому я думаю, что наша страна в этот сезон, и не только наша страна, я всегда это говорю, но мы все станем немножко ярче. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, приобретайте наши курсы. Всего хорошего. С вами была я, Паук Штарина Михайловна, и вся наша команда.